Мы говорим о том, как правильно составить ваш гардероб, потому что мы знаем, что по одежке встречают и по уму провожают. Поэтому одежка точно так же важна, как и все остальное. Что я бы рекомендовала делать? Зайти в ваш шкаф и посмотреть на все вещи, которые вы не любите, которые вам не нравятся, которые вышли из моды, которые вы не одевали уже несколько лет. Взять большую сумку и сложить туда все эти вещи. И отнести эти вещи бедным людям, которым они понравятся, которым будут нравиться, которые с удовольствием их будут носить. Поэтому начните с того, что расчистите свой гардероб. Приготовьте место для любимых вещей, которые вы любите, которые вы носите одни и те же брюки, одну и ту же рубашку, одну и ту же свитер у вас есть. Имейте только любимые вещи в своем гардеробе. Вы увидите, насколько вам легче самой будет, потому что существует чувство вины, что есть вещи, дорогой костюм, который вы уже не одевали два года, и он висит, он вас тянет. Вы знаете, что он хороший, дорогой костюм, но вы его не носите. Поэтому делаем ревизию и делаем список необходимых покупок, которые вам нужно будет сделать. Мы составили для вас базовый гардероб, который мы думаем, что нужен каждой женщине. Он состоит всего лишь из 30 вещей. И, конечно, вы можете иметь не одну черную юбку или две, но мы посмотрели, что самое главное нужно будет женщине, чтобы всегда выглядеть великолепно. Мы уже сказали, что на работу принимают людей, тоже тех, кто хорошо выглядит. Женятся и выбирают себе в друзья, тех, кто хорошо выглядит. То есть это большая часть вашей жизни, поэтому уделяйте этому внимание. К сожалению, конечно, в мире сегодня, это не только в Северной Америке, во всем мире, женщина почему-то решила, что она должна быть удобной, что она может носить все, что угодно, и это вообще не важно. И много поговорок, когда говорят, не судите книжку по обложке, человека смотрите на него внутри, какой он человек, не смотрите на его внешний вид. Это тоже неправда. Это все мифы, которые ничем не подтверждены никогда. На самом деле, хорошее самочувствие, хорошая одежда, прекрасный выглядящий человек, чувствует себя лучше, он оптимистичнее, он успешнее, он легче свою жизнь строит. Поэтому обращайте на это внимание тоже огромное. Мы выбрали для вас такой базовый гардероб. Это маленькое черное платье, которое всегда выглядит великолепно, замечательно. Причем оно не должно быть длинным, оно может быть слегка за колено, может быть чуть-чуть выше колена, но оно может быть чуть-чуть склешенным, оно может быть немножко прямым, каким угодно. Маленькое черное платье. Черный шерстяной пиджак, без которого тоже вам не обойтись, если вы все-таки деловая женщина, и у вас есть карьера, маленький черный шерстяной пиджак всегда хорошо. Я думаю, что Макс Мара великолепные пиджаки имеет, у них замечательный покрой, очень хороший, можете у них посмотреть. Светлый летний пиджак, точно так же, если вы деловая женщина, если вы просто проходите вечером, надеваетесь с джинсами или с чем-то еще, то светлый пиджак, он не должен быть белый, ни в коем случае, он может быть в маленькую клеточку, полосочку, но какой-то такой светлый пиджак обязательно нужен. Дальше, черная юбка-карандаш. Мое мнение, черная юбка-карандаш и белая рубашка, это вообще самая красивая одежда, которая существует. Я еще пока ничего более красивого не видела, мое мнение. И, конечно, шпильки, желательно от лабутин с красным низом, это выглядит очень-очень красиво, замечательно. Итак, белая рубашка, джинсы, мы думаем, синие, джинсы белые, кашемировый свитер, кашемировый кардиган, все это может быть черного цвета, такие уникальные цвета. Я вообще заметила по моим поездкам в Париж, что они очень-очень любят черный цвет. Наверное, основной цвет, который они носят, это черный. Они сами темненькие. В Книстана я вижу очень-очень много блондинок, очень много. Хотя, конечно, традиционная парижанка в нашем представлении имеет темно-каштановые волосы. Да, и поэтому черная одежда очень лаконичная, очень мало украшений, мы будем об этом дальше говорить. Поэтому черный цвет превалирует у них серьезно. Матроска, без нее тоже женщина вряд ли может быть. Она всегда хорошо смотрится и с джинсами, и с белыми, и с синими, и с белой юбкой. Такая вещь, которая, мне кажется, должна быть в гардеробе каждой девушки. Черные хорошо сидящие брюки, черные туфли на шпильке, бежевые туфли на шпильке, и красные туфли на 5 сантиметров каблук. Почему красные? Потому что красные опять-таки подходят абсолютно ко всему. Они смотрятся очень-очень женственно, они вызывают очень хорошие чувства, красные туфли. Но не на шпильке, но не с короткой юбкой этой красной. А красные туфли, которые вы можете одеть с синими джинсами, с белыми джинсами, с чем угодно. Я категорически против, мы бы будем в этом дальше говорить, о том, чтобы девушки носили кроссовки с джинсами. Хорошо, дальше поговорим. Высокие сапоги черного цвета на широком каблуке, который вы можете носить зимой. Бутильоны, такие короткие сапоги черного цвета, тоже на среднем каблуке. Высокие сапоги черного цвета на низком каблуке для канадской зимы, которые нам необходимы. И летние босоножки на пробковой платформе. Почему? Потому что летом это дают на высоту. А я за высоту, я сама невысокая просто. И это очень легкая, удобная обувь. Шарф зимний кашемировый, серого или черного цвета. Шарф летний, из шелка или хлопка яркого цвета. В Европе, конечно, они носят очень много шарфов, и это очень большой тренд. Вы увидите всегда простое пальто, элегантное сумка у девушки и парижанки. И почему говорю всем парижанки? Потому что только парижанки одеваются так, как мы хотим выглядеть. Остальная Франция – нет. Не француженки, а только парижанки. Остальные француженки – они лучше средней мировой женщины в целом, так скажем, более ухоженные, с хорошим вкусом больше. Но то, что мы хотим научиться чему, это только парижанки. Только парижанки худенькие, остальные француженки не худенькие, они средненькие такие. и только парижанки имеют этот класс и стиль если бы немножко отъехали от парижа это все заканчивается этого уже нет и так далее черная сумка из черной кожи сумка бежевая то есть мы старались вам дать 30 предметов которых достаточно чтобы шикарно выглядеть мы постарались сюда добавить ложится предусмотреть абсолютно все и какие-то не так много и не так много это нужно денег чтобы купить качественные хорошие вещи я хочу вам сказать мне кажется что вот сегодня продажи дешевых вещей walmart такие вот всякие винарс и магазины это огромный бизнес это очень легко сделать это не стоит никаких денег производителям сделать вот эти дешевые вещи и они постоянно меняются люди должны их выбрасывать потому что они не длятся долго они месяц два три сезон вы должны их выбросить все они плохо выглядят но когда вы покупаете вещи хорошие они остаются вашем гардеробе на 10-15 лет и они великолепно выглядят они всегда хорошо носятся они всегда стильные они не выходят из моды то есть модельеры вложили туда талант душу вложили туда очень много знаний очень много любви в эти вещи поэтому если конечно мы не идем купить найти эти вещи сразу прям из louis vuitton или из каких-то их магазинов но мы покупаем может быть второго сорта линий который всегда есть на распродажах каждый год все крупнейшие магазины делать 70 80 процентов of пойдите лучше туда и купить лучше там самые классные самые хорошие вещи и вы будете великолепно выглядеть это будет длиться долго они будут оставаться вашем гардеробе и собираться один к другу другому один к другому будете накапливать коллекцию по минуту будет каждый раз выбрасывать каждый год мы вот так вот думаю из цветов одежды тоже наше мнение что я для себя это выбрала что однотонные цвета гораздо более предпочтительны чем яркий какой-то крупный рисунок я не против цветов летом конечно там я согласна но если выбирать между крупным рисунком и однотонным я всегда предпочла бы или мелкий рисунок или однотонные вещи потому что тогда вы как женщина стаёте более цельной видно вас не видно вот этот огромный рисунок который сразу вот попадается в глаза и еще дальше женщину мы не видим после этого видим ее платье в крупный рисунок а в то время когда однотонные вещи дают видеть вашу кожу ваши красивые волосы вашу улыбку вашу загоревшую кожу все такое прочее поэтому если выбирать между цветами мое мнение что однотонная одежда все-таки должна превалировать тогда гораздо легче собирать гардероб тогда гораздо легче одну вещь подбирать к другой когда у вас очень много однотонной одежды ну и конечно белый черный цвет всегда будет классикой всегда будет везде красиво смотреться и всегда будет ко всему подходить